Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции Возбудители паразитных болезней Актиномицеты, микоплазмы, цветковые паразиты и полупаразиты Первый вопрос актиномицеты, морфология и симптомы болезней Второй вопрос размножения и пути распространения По современной систематике Актиномицеты относят к бактериям По признаку окраски, по грамму они входят в ту же группу Что и палочковидные бактерии рода коронобактериум Однако по своим морфологическим и биологическим особенностям Актиномицеты занимают промежуточное положение между бактериями и грибами С бактериями их сближает малые размеры клеток И отсутствие в них истинного ядра То есть прокариотное строение клетки А также приуроченность их главным образом к щелочной среде Оптимальные показатели PH для большинства актиномицетов Это 6,8 и 8 целых Сходство актиномицетов с грибами заключается главным образом в том, что их вегетативное тело У подавляющего большинства состоит из тонких диаметром 0,2 до 2 микрон Ветвящихся, лучисто разрастающихся во все стороны нитей, то есть гиф Совокупность которых также, как и у грибов, называется мицелиям Размножаются актиномицеты либо обрывками мицелии, либо путем распада его на отдельные фрагменты, то есть оудии Либо спорами, образующимися на специальных органах спороношения, спороносцах, воздушных ветвлящихся мицелиям В культуре актиномицеты образуют мелкие диаметром от 1 до 10 мм колонии кожистой или маслянистой консистенции с пигментом Актиномицеты – почвенные микроорганизмы, обитающиеся главным образом сапрофитно на растительных остатках, соломе, навозе Многие актиномицеты способны продуцировать антибиотики Из них получают в частности тетрациклин, биомицин, стрептомицин, терамицин То есть, но есть и виды актиномицетов, способных паразитировать на растениях, вызывающие обыкновенную паршу картофеля и свеклы На клубнях, пораженных обыкновенной паршой, образуются небольшие бородавкообразные вздутия из опробковевшей ткани, которые затем растрескиваются и шелушатся Особенно сильно поражаются клубни на щелочных, сильно известковых почвах и при внесении под картофель свежего, не перепревшего навоза Спасибо за внимание, если будут какие-то вопросы, пожалуйста